Блин, Магнит называется за мясом, за картошкой. Захарке купили книжку, смотрите. И он в неё не играет. 400 рублей такая стоит. Дорога. Но зато... Ничего. Ничего, чего. Особняки, говорю, тут классные. Леруа Мерлен, говорю, приехали гулять. Захарчик, цвет. Такой штуки. Сынок! Называется, наверное, это мой рай, да? Вот такой набор у тебя есть? Антон. Ты мне горло припирает, потому что здесь воняет. Гля, чемодан какой, офигеть. Вот это чемодан. Цветы. Я тебя никак не могу купить. Господи, как она называется? Орхидея, офигеть, герань, герань. Маленькие есть по 300. Ко-кю. Ко-кю. Скажи. Ого, какой классный. Вот этот. Вот этот мне нравится. Сколько же он стоит? Или тот большелистный. А? Еще давно очень хочется насти камоядный микс. А нет, этот бамбук. Зафоткать. Кромеоли опять не скучно. Что, аллергия? У тебя аллергия на цветы или что? Что ты закашлял? Тоже, если бы дыхание не подводило, я бы здесь больше находилась. Ну, короче, не будем здесь раз повторять. Смотрите, какие красивые обои. Вот эти тоже классные, необычные такие. Цена тоже зашибись. Ну, нам обои не надо. У нас обои везде наклеены. Хороший ремонт. Ну, уже есть. Красивый, но слишком темный. Конечно, так хочется Захарке детскую. Ну, у нас однокомнатная, чему мы очень рады и счастливы. Потому что... Так... Смотрите, жалюзи. Я не люблю вот эти шторы. Вот эти шторы мне нравятся очень, очень нравятся. На вот таких кольцах и на такой гордине. Тоже такой интересный свет. Ну, как... Освещение. Как прожектор, знаешь. Да? Как прожектор. Смотри. Захар. Смотри, какие на память. Слишком темные. Бросили папу, пока папа. Ну, вот классные тоже. Потом вот эти мне понравились. Сейчас далека. Классные. Чё, смотри, какие. Красивые, да? В детскую. В детскую вообще. Кайф. Они, блин, Титаник, да, нарисовали? Титаник, конечно, здесь лишний. Потому что... Не, но обои офигенные. Очень красивые обои. Это лаванда. Мой любимый отдел. Люстры. Вообще, я сейчас пришла сюда, чтобы рейлинги посмотреть на кухне. Ну, это вот сейчас, прям ему сейчас вот. А тот уже постарше. Ну, папа, когда у нас будет многокомнатное жильё? Отвечаю, люди все ждут. Во влоге. Вот, смотрите, красиво как. В этот. Либо в спальню, либо в гостиную. Слушай, ему, наверное, походить надо. Он устал. Походите. Эта кухня. Я не смогла её не заснять. Скажите. Какая нежная. Нежная особенно. Такая... Для рейлингов. Прикольные штучки. Вот это очень красиво так смотрится. Ну, хлебница, хлебница. Кстати, вот для фруктов я вот эту тоже давно хочу. Ну, правда, она такая тоненькая, мне бы хотела качество. Но... Качество хотелось бы получше. Мы на следующую сторону объедем. Тетяна с походкой. Всякие штуки, не штуки. Наши палки. Нет? Вот наша палка. Металлическая. Вот этот держатель. Я говорю, слышишь, Антон? Наша палка. Металка-металка. Вообще не пойму, что это такое. Некоторые вещи, они вообще не поняли. Прикладки. На горячие 73 рубля. Эээ? Дааааааааааааааааа. Вот смотри, голубенькая. эту полочку хочу толкушка классная я по большому счету в основном нравилось смотри решение так вешаться и у них также висели весы но я этого сейчас не вижу вообще-то это дорого 3 штуки тоже 300 как классно смотрю вот эта штука ну это что не понял ну это рыбу там разделывать что она от рыбы вонять будет то ли она не скользит очень прикольно что она не занимает место это не знаю что это 131 грамм это вообще гля висит чтобы сушить это конечно уж перебор и кстати мне у тоже иногда стало нравится вот стена кирпичная но правда мне больше белая нравится обратим на кирпич прикольный до кирпич весы до весы я их тебе про них рассказывала вспоминай да он они эти весы они тогда получается вот здесь и висели мне больше всего вот эти кухни импонируют это вот это вот эти и здесь мне еще нравится когда внутри вот здесь тюль ну шторка вот здесь с ужина не знаю вообще какая-то есть странная страну странная женщина до на что-то хай-тек я не знаю красивая кухня а это вот дешевенькие время уже пол шестого вечера захарчик от рук отбились он уже отвык поэтому папу так это с леруа мерлен вот леруа мерлен это че-то наш папа себе набрал мы не разбираемся чё ты сказал то правая нога третья рука какая-то это сосиски ганноверские это что-то мыльницу я взяла вы не цел это 85 рублей пластиковая это на полочку для мыло дав не какие-то штуки что это тайн техническую в общем я не знаю что это делает украина погуляли по леруа мерлен нормально так и это эклер из крем-бруле такие вкусные с магнита дальше брокколи большая такая дальше картошка 2 манго там просто по 60 рублей одна штука была и присказ коту с кроликом в этот раз взяли но я не знаю мы брали не брали пробовали нет вроде как не вот один пудинг такой мне очень вот эти пудинге нравится не все таки вкусные гран-десерт дальше сало да ты себе выбрал тут перца нафигачили по украински бекон от микоян хочешь ешь дальше туалетная бумага он что-то там у меня еще вторая вот такая одна тебе если это успеешь есть вот на завтра на завтрак а можешь не успеть и все пасха к чаю написано кулич царский так ну что съел он все съел доставай его чтоб не плакал значит мне понравилось из шоколадок помните с ленты показывала кто помнит вот такая вот цедра апельсина мне очень понравилось не пить чай очень понравилось но недавно смотрела передачу вот эту на пробу взяли недавно стрелок продать что в этом шоколаде всякая ерунда что настраивает но это неизвестно так такие конфетки взяли на на могилку правильно да вот эти конфетки на сыночек на зайчик разбирай помогай маме сумку разбирать мыло теперь у нас папа тоже таким мылом пользуется и вот под это мыло я взяла вот это от его мыльницу вот эту дальше на ужин окорочка копченые особенно когда кушать никто не готовит очень удобно дальше свинина не знаю сколько здесь грамм килограмм грибы маринованные вешенки у нас помоете вешенки морозилки лежат ну чисто можно салат сделаю какой-нибудь да заяц сок на маме очень нравится вот этот сок очень нравится он очень вкусный до зайчик тяжелый и мне кажется ли он потек далее конфеты конфеты на пасху на пасху это карту и до брус он сидит полы и холодные блин надо спал и включить жопе холодно значит одни конфеты фрут футляндия апельсин лимона и лимона и лимонов и лимонов в общем это по моему как они антон не помню и риски всего по чуть-чуть взяли это конфеты вышли на 500 рублей наверно так еще вот эти дальше вот эти вот эти те что у нас это с курагой по моему круга но это я себе делаю сейчас люблю с курагой или как она с черносливом он какой-нибудь из и риса совсем тоже вот такие взяли праздничный сластена мне кажется они будут ну свафли шоколаде всегда вкусно и вот такие получается вот эти мармеладные оба они похожи ну ладно ничего он еще там есть все по поводу конфет пасхи готовы сюда с курагой а себе себе чай оставлю пить это гости понесем все все закончилось от сынок в общем вот это магнит мы сходили на 2 500 блин капец лучше там вообще хоть не заходи в магазин сахака тяйтик мамин мы будем чай пить кушать или что мы тебе купили а ну спрашивать а чё у вас так грязно ребенку год и три чё так грязно ребенку что три года что ли когда не может посадить мужишок что я так разговариваю на камеру а как с ними только так до брус только убираешь потом ребенок всю заново берет и все это на полу почему горит так грязно я чё ребенка могу посадить и привязать мы такие же как соседи насти бануты которые приходили и жаловались чё тут у вас что-то катается я не могу привязать ребенок ребенка чтобы он сидел не двигался на то он ребенок до 7 лет они все активные если что показывая нам книжку захар давай показывать чё там купили тебе давай она поет да песенку так нажимаешь пальчиком давай а а а прикольно что у него ручки и ножки вот можно уж это ручка захар здорово все это ручка а это вот такое пасхальное пасхальный петенчик не знаю мне понравился тут вот малышонок яичко есть танцует танцует чем брюс из тебе показать мне кажется еще сожрешь он любит птичек у брюса кроме как глаза больше ничего не видать я уже говорил он любит птичек наступающий пасхой сынок вот она любимая с рождения брюса это его игрушка он ее облизывает обцеловывает всему солит очень любит это его пить птичка чё говорит так грязно ребенок вот эту швабру принес с ванной странные вопросы обычно это задают те у кого не да и на детей никогда не было давай я пошла из реалии пацаны мне нравится этот сериал новый сезон новые серии обломайся уговор был пять булок без запивона а ты считаешь что живешь получается недоело уже так что не считаю ну что ты хотела вам рассказать обе фаберлика кто это психнул из вас будь здоров каша рассыпалась за харпина порошок фаберлиф у меня вот такая упаковка была голубая сейчас у меня вот это вот оранжевая голубая часто пользовалась оранжевая у нас первый раз голубые трубники были очень что я хочу сказать мне кажется данные мягкие как бы потом по себе порошок все разводы главном практически не оставляет только если я сильно набью впритык да мы плед стираем уже воняет завонялся вот то знаете это хорошо но сказать у меня же ребенок у ребенка постоянно какие-то пятна от пюрешек и так далее сказать что он это отмывает очищает отстирывает не могу поэтому ну ничего не могу сказать я недовольна этим порошком от этой компании просто так стирать грязные трусы и носки это да а плане пятен удаления нет как-то нет как-то нет 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 еще знаете биомия у меня тут стоит ему тоже хочу протестировать вот этот порошок что-то у меня тут мои любимые любимые где-то вон там тоже свечивается надоело мне вот это все убирать потому что все равно все засирается любит следить как стирается мне кушать готовить надо кушать 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 есть или или нет или о пролепла но вот он взял сладка бумажку брюса это вот видите это код сладка это код даже возможно тут не знаю разлил что-то на сал я не знаю дальше заходим в комнату это последняя съемка с этой комнаты больше я вам ничего снимать не буду мне вот это писать не надо этот бред бардак не бардак раз бардак больше снимать не буду мне надо знаете нету сейчас иммунитета на все это как-то реагировать все это последняя съемка я даже ничего не могу сказать как можно ребенку один год и три месяца что от него можно ждать он все раскидывать все сейчас это все будет здесь снизу я за этот день за полдня до первого сна вот эти со всех шкафов игрушки все подоставает естественно это надо будет убирать и так всегда всегда так и у всех так я не понимаю по-другому быть не может так вот здесь все это все захар сделал сейчас все это сделал захар а я одна понимаете да у меня один ребенок и согласна но я одна мне никто не помогает я за целый день заёбываюсь поднимать поднимать вверх не сверх не сверх я хозяйка в своей квартире понимаете вы смотрите влог это значит что вы пришли ко мне в гости и говорить как у меня грязно или не грязно это не очень-то культурно понимаете вот и все пока будем кушать я роллтон себе завариваю варю сосиски не до номер ски варю захар к биолог пьет пока так вот вот не говорите что мне грязно все протерла все помыла промыла все я убираюсь больше вам квартиру снимать не буду хорошего понимания ногу нет я конечно понимаю что это не все но почему-то мне вот это одного комментария человек один написал а мне кажется что считают все так даже я сама считаю но мне нет сил без конца постоянно поднимать игрушки тем более с моим-то здоровьем вообще